МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Триста лет назад Петр I основал на еще пустынном Невском берегу монастырь и посвятил его святому воину Александру Невскому. Выросший вокруг город за три столетия ни разу не покорился врагу. Каждый, кто приходил в Александро-Невскую лавру, мог найти в ней защиту и помощь. А когда помощь понадобилась монастырю, жители города сами встали на его защиту. Каждое утро она идет на работу так же, как и другие жители Санкт-Петербурга. Но в отличие от обычных людей, Наташе каждый шаг дается с трудом. Были моменты, когда дороги плохие, скользкие. Ну, я падала, мне люди даже подходили, прям, гадать вам помогу. Наташа работает в Александро-Невской лавре. Продает газеты, книги, издание печатной мастерской лавры. Эта работа стала для нее спасением. Ну, как-то на душе мне было тоскливо. Свои проблемы просто были. А вот сюда как-то придешь, сразу же душа переменяется. Главная задача всякого монастыря – это спасение тех людей, которые живут в нем, и тех людей, которые приходят. Обычно монастыри начинались практически с одного человека. Появился подвижник, вокруг него собирались ученики, возникал монастырь, вокруг монастыря – посад. Происхождение нашей лавры совершенно другое. Петр Великий все-таки понимал о том, что в основании будущей столицы надо полагать, что это такое более вечное и весомое. Он принял решение перенести в Петербург из древней столицы Владимира мощи великого воина, защитника русских земель, святого благоверного князя Александра Невского. И вот он очень мудро поступил, что в основании этого града, который так стремился на запад рубить окна, туда двери, наверное, может быть, даже широко их распахивать, но в то же самое время в основании этого града он положил того воина, полководца, князя и, в конце концов, святого, который и боролся с этим западом. То есть, понимая, с одной стороны, значимость для России быть сопричастным к западному образу жизни, тем государственности той, которая была там, а с другой стороны, противопостоять в духовном плане. 12 сентября 1724 года мощи Александра Невского прибыли к устью Невы, к Шлиссельбургу. Петр I на военном корабле приплыл туда, перенес мощи на военный корабль, сам стал у штурвала, знал фарватер Невы, сам его прокладывал, доплыли до Адмиралтейства, где уже крестный ход с собором духовенства встречали мощи Александра Невского, и Петр I на своих руках перенес их в Благовещенскую церковь, в верхний храм, который был освящен в честь благоверного князя. Александра Невский монастырь стал единственным, основанным по приказу Петра I, государя, подчинившего себе церковь и запретившего мужской монашеский постриг. По его мысли, монастыри прежде всего должны служить людям. Лавра содержала церковно-приходскую школу, богадельню, большой лазарет Красного Креста для раненых и больных воинов. В Лавре было 15 церквей. Двери монастыря и сейчас открыты для каждого человека. Молитвенная традиция восстановлена, и здесь по-прежнему готовы помогать всем, кто в этом нуждается. Здесь миром пахнет, и все священники очень строгие, но в каждое время тепло от них и все. Мы вообще из Приднестровья, и попали в Лавру и Бога благодаря. Это как бы пачи ожиданий все вокруг, и отношения священников, и отношения братьев друг к другу. Ну так, светло здесь, правда. Какое-то есть благодать невидимая. В начале 90-х годов я был крещён, крестил. Крестилась также моя жена, сын. И с первых моментов его воцерковления я стал посещать приход Свято-Троицкого Собоя, лавы. Михаил Шкаровский – историк. Он работает в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга. Он изучает самый засекреченный, тёмный период истории лавры послереволюционной. Ему удалось найти уникальные документы, которые впервые позволили рассказать правду о служении и гибели насельников в эпоху гонений. Меня больше всего поразило мужественное стояние за веру и за лавры, её братья и насельников, а также богомольцев, десятков тысяч жителей нашего города, которое позволило отставить лавры в январе 1918 года от захвата. Это уникальное событие. Открытая схватка церкви и советской власти, в которой власть проиграла. Аналогов такому противостоянию нет в нашей истории. 31 декабря 1917 года. В газетах опубликован проект закона об отделении церкви от государства. 6 января 1918 года. В лавру поступило предписание о запрете Рождественского крестного хода и о выселении митрополита Вениамина из его покоев в лавре. 18 января. К настоятелю с мандатом явился комиссар по реквизиции лавры и потребовал сдачи ему обители со всем имуществом. Но получил категорический отказ. 19 января комиссар вернулся в сопровождении красногвардейцев, чтобы взять лавру силой. Начался обыск. В это время с колокольни раздался набат. К лавре стал быстро стекаться народ. Толпа обезоружила красногвардейцев и комиссара. Тогда впервые на территории лавры пролилась кровь. Был убит первый священник в нашей епархии, протеерей Петр Скипетров. Пришли революционные матросы, устроили здесь дебош. Он вышел их успокоить, и они его застрелили. На территории Александра Невской лавры, здесь, в этом парке, возле митрополитического корпуса, он был застрелен. Петр Иванович Скипетров родился в 1863 году в семье священника. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. 1912 года настоятель Скорбящинской церкви в Санкт-Петербурге. У протеерея Петра Скипетрова было 13 детей. Это убийство вызвало взрыв возмущения в толпе. Даже пулеметная стрельба не испугала верующих. Матросам пришлось покинуть лавру. Теперь здесь постоянно дежурило большое количество людей, готовых в любой момент отразить нападение. А через два дня состоялся грандиозный крестный ход в защиту Александра Невской лавры. До полумиллиона жителей в нем участвовало. Из примерно двух миллионов, которые тогда населяли Петроград, почему и советское правительство оставило тогда лавру в покое. Крестный ход прошел мимо здания Смольного. Ленин мог лично наблюдать эту процессию из своего окна. Сомнарком срочно собрал чрезвычайное заседание, где вопрос о закрытии лавры решили отложить. Как раз архивные документы, которые хранятся в том архиве, где я работаю, впалили свет на обстоятельства того, что в 19-м году уже хотели дважды изъять весной и осенью мощи Александра Невского. Но вот сопротивление братья, митрополита Вениамина, помешали это сделать. Митрополит Вениамин, Василий Павлович Казанский. Родился в семье священника в 1873 году. Как лучший выпускник Аланецкой духовной семинарии отправлен в Санкт-Петербург в Духовную академию. В 1895 году принял монашеский пост. В 1917 году возведен сан митрополита Петроградского Игдовского. Расстрелян в 1922 году. Когда был издан декрет об изъятии церковных ценностей для нужд голодающих, митрополит Вениамин смог договориться с властью о том, что в момент изъятия должны присутствовать представители духовенства, а особые святыни могут заменяться тем же металлом, равным по весу. Конечно, власть это соглашение не соблюдала. И в мае 1922 года серебряная рака Александра Невского была реквизирована. Изъять мощи святого князя власти не решились. К этому времени при лавре прихожане организовали православное братство для защиты обители. Оно состояло из мирян и монахов. Это братство было способно мобилизовать на защиту обители десятки тысяч людей, и поэтому и в мае 1922 года мощи князя все-таки оставили в собой, разрешили поместить в алтаре. Но уже в ноябре того же года мощи святого князя все-таки забрали из лавры и перевезли в музей истории, религии и атеизма. Но задачи братства были шире защиты ценностей самой лавры. Главной целью его было сохранение православия. Тайные монашеские постриги, воскресные школы для детей, богословское училище – и все это в условиях постоянной борьбы советской власти с религией. Одним из руководителей Александра Невского братства был архимандрит Лев. С одной стороны, это был преданный церкви человек, монах. С другой стороны, он отличался высокой ученостью, закончил не только Духовную академию, но и учился в Петроградском университете. Архимандрит Лев, Леонид Михайлович Егоров, родился в Боровическом уезде в 1889 году. Он рано осиротел и его взял на воспитание дядя, живший в столице. В 1915 году пострижен в монахе Александра Невской лавры с именем Лев. Архимандрит Лев хорошо представлял себе реальное положение церкви в Советской России – бесполезность открытой борьбы. Поэтому он настаивал на том, что в новых условиях возможно совмещать внешнесветский образ жизни с монашеским служением. Он совершал в большом количестве тайные постыки, готовил будущие кадры для церкви, в том числе будущих археев. Александра Невского братства было разгромлено органом АГПУ. Предвидя этот разгром, Архимандрит Лев направляет главную работу братства на воспитание детей. Лаврские иноки вели 69 детских кружков, в которых изучался закон Божий. Дети участвовали в богослужениях и крестных ходах. Без преувеличения можно сказать, уже тогда, в страшные 20-30-е годы, владыка Лев создавал базу для будущего возрождения церкви. Женщинам, входящим в Александро-Невское братство, отец Лев раздавал белые платки. Сегодня белыми платочками называют те самые тысячи и тысячи русских женщин, которые упрямо оставались прихожанками своих храмов даже в самые страшные советские годы, и этим спасли от закрытия многие православные приходы в СССР. В ночь с 17 на 18 февраля 1932 года по всему городу были арестованы более 500 монашествующих, в том числе 40 членов Александро-Невского братства и сам архимандрит Лев. Он появил удивительное мужество на допросах. Он, пожалуй, более стойко держался из руководителей братства. Там была целая плеяда священнослужителей, но вот он категорически отказывался отвечать на вопросы следователей. Архимандрит Лев выдержал пытки, был осужден на 10 лет лагерей, а в 1937 году расстрелян. Многие подростки, которые когда-то входили в Александро-Невское братство и выжили, стали священнослужителями. Люди такой судьбы и составили основу духовенства в советское время и после перестройки. В 2008 году Александро-Невское братство было возрождено. Традиция православного воспитания молодежи сохраняется в Лавре и сегодня, так же, как и поддержка тех, кто в этом нуждается. Тут мне все готовы помочь, подсказать. Трудную менту не отказывают. Например, если я их попрошу. Бог же видит, что может не осуждено здесь посидеть, да поработать. Будет какая-то польза. Ребята, которым выпадает счастье здесь прийти не просто в гости на какой-то концерт, а поработать, чему-то поучиться, получают, несомненно, настоящую душевную подпитку. Александра Сердитова помогает детям-инвалидам уже 20 лет. Она возглавляет благотворительную организацию КЕДР, которая совместно с Александро-Невской Лаврой обеспечивают работой тех, кому крайне трудно найти ее самостоятельно. Лавру я пришла через Каневец. 20 лет назад владыка Назарий, тогда еще архимандрит молодой, был первым настоятелем Каневского Рождества Богородичного монастыря. Отец Назарий тогда предложил, давайте подумаем о том, что в более беззащитном положении это дети-инвалиды, дети-сироты, их семьи с детьми инвалидов и прочее. Давайте подумаем о том, как, может быть, хотя бы в летнее время начать работу и привозить ребят сюда. Так красивый остров Каневец в Ладожском озере стал каждое лето принимать детей и здоровых, и инвалидов. И получил еще одно новое название – Остров Надежды. Отец Назарий всегда говорил, «Все лучшее детям», а лучшее это было молоко из-под нескольких коров со скотного двора. Это был посыл для братьев, что социальное служение, несмотря на разруху, несмотря на то, что все требовало колоссальных сил, все-таки социальное служение церкви, оно самое, скажем так, наглядное и дает понять всем людям, что монашествующие спасаются не только сами, но они готовы и помогать, и поддерживать тех, кто в этом больше нуждается. За эти годы на острове прошли реабилитацию 4 тысячи детей. Здесь они обучились ремеслам, приобрели профессию, нашли друзей, помогли восстановить разрушенный монастырь. Я помню первый раз, когда на Каневец к нам приехали колясочники, ребятишки с очень тяжелыми поражениями, и я помню вот именно первую реакцию наших молодых монахов на Каневце. Он подошел ко мне и говорит, «Александра, я думал, что у меня есть проблемы в жизни, у меня их нет». Когда я увидел вот этих ребят, и увидел, как они живут, как они друг с другом общаются, дети настолько оптимистично настроенные по жизни, что, наверное, очень многим взрослым стоит научиться. Я особо не грущу. Мне все говорят, что я радостная. Я никогда не грущу, а то ко мне никто и не пойдет. С острова Каневец программа помощи инвалидам распространилась и сюда, в Лавру. Здесь мы получили возможность проводить и мастер-классы, и организовали небольшие мастерские, в которых можно пройти профориентацию. Это роспись по дереву и керамике, основы различных прикладных ремесел. Сами понимаете, в магазинах, да, какие игрушки для детей продают. Ну, это же страшно просто смотреть. А нам хочется, чтобы эти игрушки были добрые, чтобы ребенок взял, улыбнулся, и радость у него была от этого. Это наши корни, это наша культура, и кто, если не мы, это будем сохранять? Я считаю, что работа с молодежью и с детьми – это просто, вот знаете, как стратегическое направление. Это гарантия безопасности государства. Если мы сможем молодому поколению привить нравственные истоки, исторические, то мы выживем. Еще в 1710 году, когда у Петра Первого только родился замысел основать здесь монастырь, он назвал это место Виктория. По легенде, именно здесь князь Александр Невский разбил шведское войско. Виктория означает победа. Это название оказалось пророческим на все времена. Да, ведь Петербург – единственная столица, которую никогда не смог взять ни один неприятель. Лавра – единственный монастырь, который во времена гонений смогли отстоять верующие. Для Наташи – это победа в каждодневном преодолении себя, в уверенности, что ты не одна. Да, я Бога прошу в душе, так думаю, если трудно уже идти. Господь, помоги мне дойти туда-туда. И Он так-то мне помогает. Лавру не закрыли, как другие монастыри. Она была преобразована в приход. Это случилось в 1933 году, на целых 15 лет позже, чем планировали власти. К тому времени духовный центр Лавры уже перенесся в Вырицу. Именно сюда, по состоянию здоровья и по благословению епископа, переехал жить главный духовник Александра Невской Лавры – схемонах Серафим. Схемонах Серафим – Василий Николаевич Муравьев. Родился в 1866 году в крестьянской семье. В 16 лет приехал в Санкт-Петербург на заработки. Открыл собственное дело, стал крупным торговцем пушниной, купцом. Принял монашество в Александра Невской Лавре. Стал ее духовником. Он принял монашество в то время, когда это было очень опасно, и стал одним из самых почитаемых старцев – Серафимом Вырицким. Потоком ехали к нему люди со всей страны, сотни посетителей ежедневно с утра до ночи. Как только началась Великая Отечественная война, старец Серафим взял на себя особый молитвенный подвиг – о спасении России. Подвижнику уже исполнилось 76 лет, и болезнь приковала его к постели. Суровый пост, ночные молитвы. Родные не понимали, когда же он спит. К своей самолитвеннике он призывает русских святых – Серафима Саровского, Александра Невского. В это самое время именно на территории Лавры начинают ковать броню для советских танков. Здесь был завод Прометей, и братья считают, что даже при закрытии монастыря Александр Невский свой аммофор не снимал с этого места. Сегодня внук преподобного Серафима Вырицкого, Геннадий Муравьев, готовит выставку, посвященную 300-летию Лавры. Так же, как и для его деда, обитель стала ему родным домом. Я так не мыслюю уже без Лавры свою жизнь. Дело в том, что я же и с братьями как-то сразнился уже совсем. Они замечательные люди. Я вот за ними наблюдаю. Тяжело быть монахом в центре большого города. Мирская жизнь, как говорят, через все щели к нам лезет, даже в кельи. И когда приходят молодые особые, говорят, я пришла посмотреть, покажите мне келью, как живут монахи. Вот с чем мы сталкиваемся в этой жизни. Из разных архивов Геннадию удалось собрать уникальную экспозицию старых фотографий. Вот дореволюционные братья Лавры. Во времена гонений уцелеют лишь немногие. Серебряная рака святого князя Александра Невского. Сейчас она в Эрмитаже, и музей настаивает на своем праве держать ее у себя. Троицкий собор, который, вопреки всему, открыли в 1956 году. Начало страшных хрущевских гонений на церковь. Для Геннадия Муравьева любимый уголок Лавры – Никольское кладбище. На кладбище всегда особое чувство. Я люблю гулять по кладбищу, смотреть на совершенно удивительность достойных людей, которые там похоронены. Там же есть и братский участок, где захоронены монахи Лавры. После революции открылось в Лавре еще одно кладбище, прямо у входа в Троицкий собор. Здесь хоронили революционеров и коммунистов. Почему в огромном городе они выбрали для захоронений именно это место? Они как бы неверующие люди, но в монастырскую землю-то лечь хочется. В первом ряду там лежат все эти НКВДшники, охрана Ленина. То есть даже неверующий человек все-таки внутри себя имеет христианское основание. И когда стоишь возле могилы, вот эти два метра, вот тебе ответ на все твои проблемы, на все твои жизни. Мы все говорим о том, что во всех нас вот это ощущение веры, оно как было и в наших родителях, независимо от того, имели они возможность, как мы, свободно ходить в храмы или нет. И слава Богу, что это передается нашим детям и уже внукам. И они в этом выборе абсолютно свободны, спокойны. И дай Бог, чтобы вера прежде всего давала этим детям ощущение нравственных истоков. Я счастлив, что те имена, которые, казалось бы, навсегда шли мак забвения, и многие из этих людей были остылены, уничтожены, они выплывают на свет, люди узнают о них, совершаются их прославления. Это память народа, его прошлое, и любой народ может существовать в будущем, только если он знает свое прошлое, свои традиции, как-то пытается их продолжать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова